В Самарском районном суде вынесли меры пресечения главному подозреваемому в убийстве Екатерины Пузиковой-Сакирской, экс-супруге отравленного в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова. Перед судом предстал Алексей Рисков, бывший возлюбленный Екатерины, который признал вину в убийстве девушки. Мерой пресечения стал арест до 3 сентября. В настоящее время судом по ходатайству следователя ему избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Проводится комплекс следственных действий на правильное установление всех обстоятельств произошедшего. В суде Рисков рассказал, как началась ссора между ним и покойной Пузиковой. Главным мотивом, по его словам, стал денежный долг, который когда-то он помог вернуть убитой. Словесный конфликт быстро перерос в драку. Екатерина взяла нож и попыталась ударить Рискова, а он поспешил ответить тем же. Схватил кухонный топор и нанес два мощных удара. Сначала по ноге, затем по голове. После чего проверил пульс и, когда осознал, что сердце девушки не бьется, немедленно покинул квартиру. Несмотря на признательные показания, все не так однозначно, утверждает адвокат Рискова Александр Пименов. И добавляет, подзащитный путается в показаниях из-за того, что он находится в состоянии аффекта. Тем более, что спиртными напитками он не злоупотреблял, а наркотики не принимал совсем, продолжает защитник. А вот потеря любимого человека вполне могла спровоцировать у Рискова расстройство психики. Для меня, понятно, умышленного убийства не было. Да, он был в квартире. Да, он с ней подрался. Да, он ее ударил. Он об этом говорил. Но послужил ли именно этот удар причиной смерти, или все-таки это какая-то старая причина, и вот они совмещены получились. То есть здесь трудно сказать. То есть он не хотел ее убивать. Это была ссорная. По материалам следствия, шум в квартире Екатерины услышала одна из соседок. На какое-то время он прекратился после того, как выясняющие отношения пари сделали замечание. Затишье и стало поводом не вызывать полицию. Кто знает, как могли бы сложиться обстоятельства, если бы на место все-таки прибыли правоохранители. Сейчас Алексей Рисков арестован до 3 сентября, и следствию еще предстоит собрать все необходимые улики и составить полную картину произошедшего. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова